Я хочу задать вопросы... Да, и... И, не, не, сейчас. Я хочу, чтобы вы... Ну, так мне очень красиво звучит, конечно. Я хочу, чтобы вы... Может, после писателя начинаешь ветровать речи. Мне бы очень хотелось, чтобы вы сейчас обдумали те вопросы, которые вы хотите задать Ванде по поводу ее книги или по поводу ее творчества, или неважно, какие вопросы. Вы же знаете, она всегда рада этим вопросам. А пока вы обдумываете ваш вопрос, я хочу пригласить сюда человека, который осуществил одно из... Одно из мечтаний Ванды. Это человек, который действительно понимает, что такое хорошая книга, и который дал себе труд прочесть эту книгу, никому ее пока не подарил. И очень компетентно, очень красиво может представить эту книгу читателям. Светлана Владимировна, я вас... Я просто передавала микрофон Ванде, чтобы она... Я осуществила, если вы будете... Светлана Владимировна, это... Я не знаю, таких человек... Я мечтаю смотреть на людей изданных. Я люблю смотреть снизу-вверх. Чем больше я живу, тем меньше, все меньше и меньше, и меньше, и меньше становится таких людей. И чаще всего это все те же, с которыми я познакомилась, будучи еще молодой. И тут вдруг, мне почти полтинник, и тут я встречаюсь с Светлана Владимировна. И, а, ура! Я могу опять смотреть снизу-вверх. Доктор философских наук Ровчаренко Светлана Владимировна. Спасибо большое за добрые слова. Я действительно во всех комплиментах не сразу себя уставала. Я сегодня второй раз на презентации этой книги. Я могу сказать, что эти две презентации отличаются. На самом деле, в первый раз Ванда очень волновалась, и ей было очень важно принятие публики. Она, правда, сегодня говорила о том, что сомневается, ей нужен отклик. Ну, уже прав. Я действительно прочла эту книгу раньше всех. И на обратной стороне, на суперобложке, там мое посвящение этому роману. Я впервые тоже выступала в этой роли, в роли промоутера текста. И я абсолютно уверена в том, что мне никогда не придется пожалеть о том, что я взяла на себя смелость сказать, что это действительно очень достойный, глубокий, современный, интеллектуальный и эмоциональный текст, который, наверное, ждет и Украина, и текст, который может соревноваться с лучшими писательскими работами всего мира. И я думаю, что для Украины, хотя этот текст написан на русском языке, для Украины это события украинской культуры и украинской литературы. Я вообще против того, чтобы у нас были центры украинской культуры, потому что я тогда всегда иронически задаю вопрос, а что тогда вокруг? То есть, если мы собираемся где-то в центрах украинской культуры, то совсем понятно, что происходит на полках наших книг в Украине, что происходит в наших театрах в Украине, что происходит в наших кинозалах в Украине. И это роман, который действительно удивительным способом сочетает, с одной стороны, разговор об Украине, о нас здесь, сейчас живущем, с нашими ожиданиями, с нашими страхами, с нашей верой, с нашей способностью задумываться об очень сложных и очень, наверное, даже страшных вещах, когда мы понимаем, что действительно ответственны за то, что будет с нами. Именно мы ответственны. То есть, мы это создаем своими руками за то, что есть с нами сейчас и за то, что с нами будет завтра. В общем-то, сегодня и политологи, и философы всего мира, они сошлись на идее того, что как бы мы не жаловались на свою жизнь сегодня и здесь, мы ее когда-то заложили своими действиями вчера, а то, что мы делаем сегодня, то будет ожидать нас завтра. Вот это удивительное состояние сознания или мозга, как говорила Ванда, это то, что, собственно, выстраивает нашу жизнь, то, что действительно отличает нас от животных, и то, что может быть нам дано как по благо, так и во вред мы им можем пользоваться. И книга интересна тем, что она говорит, как бы видя мир из Украины, но видя Украину в составе разных континентов, разных наций, разных современных мировых процессов, где мы не являемся каким-то отдельным совершенно эпизодом, а где мы вплетены в огромную ткань всего того, что происходит сейчас в нашем мире. Для украинской литературы это такая новая ступенька, потому что до сих пор мы очень активно занимались своей историей, мы очень подробно изучали личностные характеристики человека, мы копались, мы страдали, мы переживали, но нам казалось, что какие-то наши исключительные украинские страдания, они делают нас совершенно не связанными или не похожими или особо несчастными в этом мире. И я благодарна этому тексту за то, что он впервые говорит в украинской литературе, в современной украинской литературе, о том, что наши страдания не уникальны. Более того, часть наших страданий связана именно с тем, что мы не создаем и неуникальность. Связаны с тем, что мы не задумываемся над своей вплетенностью в большой окружающий нас мир, который действительно стоит на пороге очень серьезных перемен. Об этом говорят философы, об этом говорят социологи, об этом говорят политологи, футурологи. И прекрасно, когда появляются романы, где можно не просто прочитать какие-то цифры или скупую статистику или действительно, как сказала вам, некие получения, можно пережить благодаря яркому литературному эмоциональному слову, пережить это как нечто, что происходит с тобой здесь и сейчас, очень ярко, прочимствовано, с возможным последствия того, что наш мир может стать для нас неудобоваримым, если мы не изменим свое отношение к своему собственному сознательному, то есть совершающемуся по воле нашего сознания ситуациям, которые мы сами, еще раз повторюсь, сами для себя создаем. Это роман, это роман очень интересный современный роман, где каждая глава это отдельный стиль, это отдельный подход, это отдельно найденный ритм, это роман для любителей современной литературы, понимающих толп в игре, в игры литературные, это роман для тех, кто действительно готов читать сложные тексты, я иногда у своих студентов спрашиваю, кто из вас читает тексты больше ста страниц, и очень удивляюсь, когда находятся такие, которые поднимают руку, это действительно сегодня проблема, прочесть большой текст от начала до конца, потому что в больших текстах всегда очень важно узнать финал, финал, как правило, создаст общее впечатление или создаст общий смысл того, что мы читаем последовательно в каждой главе, поэтому я рада, что уже кто-то начал читать этот роман, но вы получите яркие, безградимые впечатления, когда дойдете до финала, который поставит точку и, может быть, повернет многие тексты, смыслы, идей, которые рассыпаны просто как жемчуг, рассыпаны по всем главам, понимаете, вот там в каждой главе есть какой-то отдельный эпизод, который ярко запоминается, мне помнится до сих пор вот это деление на три разных ситуации, а вот я для себя это тоже взяла на вооружение, о том, что есть ситуации, которые решаются, и ситуации, которые не решаются, я прекрасно, я взяла для себя в свою жизнь фразу, из которой заканчивается первая глава этой книги, там в первой главе происходит очень много событий, но все они происходят за один день, и вот когда герои, уже уставшие, добираются домой, а девушка жалуется своему спутнику, что она очень устала, и это совершенное безумие, и он ей говорит «А зачем тебе другие дни?» И вот когда мне сложно, и когда у меня очень много событий, я себе тоже сегодня стала повторять «А зачем тебе другая жизнь? А зачем тебе другие дни?» И современная литература хороша именно тем, что она может привнести эти сложные смыслы в нашу жизнь, или что-то подсказать, или поддержать, и каждый в этой книге найдет что-то для себя, и лирическое, и трагическое, и смешное, и я поздравляю, конечно же, Ванду Мазур с ее дебютом, с ее премьерой, и я еще раз повторюсь, я это говорила на первой презентации, что это, конечно же, не дебют в том смысле, что, знаете, ну вот, хорошо, написала, молодец, ну и написала уже, как бы, вот и славненько, да, вот пиши, молодец, ну в следующий раз у тебя получится лучше, нет, вот здесь удивительная ситуация, когда это первый раз, это мастерский, и поэтому это премьера, я поздравляю Ванду Мазу, и передаю спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ